Этому зданию на улице Фрунзе более века здесь несколько лет жил известный режиссер Ильдар Рязанов. В середине июля фасад дома отремонтировали за счет средств инвестора. Сохранили все и лепнину, и узоры. К обновлению исторического здания инвесторы подошли со всей серьезностью. Главная задача – воссоздать облик, сотворенный более сотни лет назад. Чтобы понять, как должно выглядеть строение и каким должен быть его цвет, консультировались с главным архитектором Самары. Сейчас здание уже готово встречать красотой жителей и гостей города. Мы покрасили просто здание, сохранили всю лепнину, чтобы было отколото, восстановили. Нанимали там хороших специалистов, чтобы можно было все это сохранить. Кроме исторических зданий, ремонтируют фасады жилых домов. Один из них на улице Авроры. Его привели в порядок в августе. Сначала покрыли декоративной штукатуркой, потом покрасили. Яркий насыщенный цвет взят из палитры, которую специально разработали для реставрации зданий к чемпионату мира. Из 26 домов, которые планируют обновить на Авроре, 4 уже отремонтировали. Все за счет предпринимателей. Спонсоров уже нашли для следующих пяти зданий. Еще 17 домов пока ждут своих инвесторов. Нам не безразлично вид нашего города. И мы решили откликнуться на просьбу департамента помочь в украшении нашего города чемпионатом. Думаю, этот фасад простоит достаточно долгое время. Ну, наверное, не менее 10 лет. Поэтому капитальный ремонт этому дому, по крайней мере, фасада не понадобится в ближайшее время. Это точно. Всего в Самаре в преддверии чемпионата мира по футболу планируют отремонтировать почти 300 объектов культурного наследия и более 500 многоквартирных домов. На это из областного бюджета выделили около 2 миллиардов рублей. Чтобы ускорить процесс, в этом году к обновлению города начали привлекать бизнес. Сейчас на средства предпринимателей приводят в порядок 28 зданий. Еще по поводу 46 ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Планируется, что Самара преобразится до конца 2017 года, чтобы в 2018 город шагнул уже в новом облике. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.